К сожалению, не все позволяют себе предчувствовать любовь. Чаще всего это связано с идеей любови к себе, так как человек, который себя любит, он перестаёт сравнивать себя с другими, зависеть от мнений, начинает прислушиваться к своим желаниям и легко говорить «нет», когда с чем-то он не согласен. Такой человек, конечно, он не терпит к себе пренебрежительного отношения и говорит прямо, когда ему вообще что-то не нравится. Всегда выбирает уверенность, лёгкость, гармонию и счастье. И по статистике, конечно, нелегоны людей живут в такой непредсказуемости. Но есть часть осознанных, которые чётко знают, где им поставят эту точку и дальше двигаются, продолжают развиваться. Привет, Марина Светлана. Сегодня я хочу с вами поговорить о страхе непредсказуемости. Ведь когда человек находится для себя в непредсказуемом положении, то есть он не понимает, чего ему ждать, куда он идёт, для чего он идёт, и как он будет долго вообще в этом пути своего развития, и что его там ждёт в конечном итоге, что он вообще получит в результате своего развития. Это касается, конечно, разных сторон жизни человека. Хоть взять его даже личную жизнь. Там потому что зачастую люди не понимают, где поставить эту точку. И когда начинают даже строить отношения, пари там, куда хоть рабочие отношения, любые отношения, тоже они не понимают, куда они там вместе и к чему придут свои отношения. У них сразу всплывают же масса вопросов. Как только будут длиться эти отношения, какие планы у его партнёра. И, как правило, конечно, как я уже отмечала, это вот период влюблённости, эти вопросы не обсуждаются друг с другом. Сразу ведь люди же боятся спугнуть друг с другом такими вопросами. А когда уже вот они притёрлись там в своих отношениях, то они уже вот начинают жить какими-то там предположениями, загадками. Кто я для тебя? А кто там? Ты там для меня? А будет ли у нас там свадьба? И сколько ты там хочешь детей? И тут как бы вот, конечно, если женщину взять, её психология, она больше прокручивает вот такие вопросы в своей голове. А мужчина, он даже не парится вот по этому поводу, потому что ему и так всё замечательно, здорово, и его всё устраивает. А если там вообще свободные отношения, как я уже в некотором недавнем обзоре говорила, там вообще без всякой ответственности и обязательств. Кто-то из этих вот двоих парей, они находятся в таком состоянии, вот, в непредсказуемости. Что же, допустим, будет дальше с нами? Так как они осознают, что их отношения тянутся уже много лет, а один внутри хочет этого союза идти с человеком, который рядом. И тут что происходит? Конечно же, следующее действие. Этот человек хочет повлиять на ситуацию и изменить её, начинает вступать в диалог, при этом стараясь какие-то подобрать нужные слова. В принципе, решение простое. Нужно взять лицо к бумаге, выписать всё для себя, вот эти вот вопросы и вот эти вот тревожные состояния, обволнующие, которые у вас в этот момент в жизни. И также это касается тоже рабочих отношений. И наверняка у вас было такое, вы с кем-то были там, допустим, и дружественных отношениях по работе с коллег, а потом сами не понимая, вот из-за чего-то вдруг у вас там пошёл вот этот холодок, там диалоги вы это наблюдаете, или вдруг вы там идёте по коридору, а ваш коллега вас избегать начинает, и что это вот видно вам прямо вот негоружённым глазом. Ну, потому что вы идёте навстречу ему, да, а он к вам навстречу направляется, вот этот коллега, с которым вы вот прекрасно общались до этого, а теперь вот он идёт навстречу, и вы видите резко, что он сворачивает от вас, как будто бы вот вы, как будто он вас не заметил. Конечно, смешно вроде бы как вот такое наблюдать со стороны, но внутри вас всё равно возникает вот это вот какое-то чувство, в голове мелькают вот эти вот вновь и вновь вопросы, зачем он так со мной поступил, что я сделал ему такого. Хуже всего, когда на таких внутренних обидах человек начинает обсуждать в коллективе своего коллегу, который резко свернул от него вот так в другом направлении, говоря при этом, вот он такой бессовестный, я к нему с душой, а он ко мне чуть ли не задом повернулся, зазнался, что ли, перестал со мной здороваться, проходит мимо, меня там делает вид, что меня вот не замечает. А всего лишь нужно было подойти друг к другу и прояснить ситуацию, как пример, вот почему я с тобой здороваюсь, а ты нет. И выяснится далее, что человек, который с претензией и начал обсуждать, не разыгравшись вот в этой ситуации, он сам виноват, он не внимательный, так как с ним вот этот человек-коллега три раза поздоровался, но не услышал ответа и решил, что с ним не хотят общаться и тоже накрутил себе, что вот человек прошел мимо и сделал вид, как будто бы вот не видит и не слышит. И, ну, вот он видит и не слышит, как с ним поздоровались. Получается, что два человека не нашли способ прояснить вот эту ситуацию, хотя там все вот обстояло по большому счету из-за невнимательности. Один коллега не обратил внимание, другой обиделся, ответил тем же. И понеслось плетни, обсуждения и какая-то вот эта вот накаленная обстановка, определенная тревожность. Так же и в отношениях происходит, когда мужчины и женщины не осознают, кто они друг для друга и куда они идут вместе. Это тоже тревожность, когда они не осознают, что их ждет в обозримом ближайшем будущем. Большинство таких людей, конечно, находятся в режиме непредсказуемости и тревожности, так как это можно сравнить с эмоциональными качелями. И эту тему мы, конечно, разбирали с Александром Король в сезоне по управлению вниманием и сознанием человека. Это вот, знаете, один другого приближает, то отдаляет. Если такое состояние, предрасположенность у человека есть, когда вот он там тревожится, нервничает и выбирает не себя, а что-то кому-то там постоянно, вот он там доказывает. Этот человек вот в таких мыслительных процессах, это уникальная возможность получить огромную дозу стресса для таких людей. И есть еще вот такое, когда вот на дистанции люди начинают манипулировать друг друга. Здесь очень важный момент, обратите внимание вот на ту самую непредсказуемость. Вот вам бытовой пример. Женщина любит в начале недели спросить своего мужчину, чем он будет заниматься в дейсстоящие выходные дни. А у мужчины психика, она намного отличается от женской. Он как бы вот сосредоточен на своей работе с понедельника по пятницу и уже не задумывается даже о том, какой салат он будет вместе с женой готовить этим вечером после работы. А женщине важно это понимать. Она чувствует более так стабильно такие моменты. И если ей мужчина сказал примером, что вот он хочет салат оливье сегодня вечером, чтобы она ему приготовила, то женщина, она уже не будет вот постоянно к нему там походить, дергать. То есть вот ей это непредсказуемость не нужна, а только все четко там по полочкам должно быть разложено. Но у некоторых-то людей вот прямо фонит это не предсказуемость вот в их жизни отовсюду прямо, быть в этом. Ой, а женится ли он на мне? А любит ли он меня? А ценит ли он меня? Как аккуратно подойти, спросить его, чтобы не спугнуть? Это же все вот поведение незрелых людей, потому что зрелые личности, они могут обсудить совместные ценности и планы, могут обсудить ответственность и совместное будущее. У них нет вот этого страха столкнуться с реальной действительностью. Ведь почему-то люди же не задают друг другу вопрос, а что дальше? Потому что они боятся услышать, наверное, горькую правду. И тем более, если взять пример наше отношение между мужчиной и женщиной, когда он ей вот говорит, допустим, ответ, я не готов в ближайшие там пять лет и не собираюсь на тебе жениться. Меня и так все устраивает. Но женщина-то планировала это сделать. Он ей говорит, и детей я тоже пока не планирую, а женщина, наоборот, это планировала. Это вот один момент. И еще есть другой момент. Самому, допустим, мужчине невыгодно быть женщиной, которая сама не понимает, кто она для него. И я вот объясню, почему это так происходит. Мужчина в отношениях хочет, чтобы женщина благодарила его, видела в нем авторитет, чувствовала и принимала этого мужчину, при этом не ограничивала его свободу и понимала, что с ней вот рядом находится сильный представитель мужской половины человечества. Но когда женщина находится в состоянии непредсказуемости, она не может дать этого всего по своему мужчине. И, конечно, он чувствует это энергетически и начинает просто сомневаться, то ли женщину я себе выбрала, а сомнение у него почему? Потому что эта женщина не дает ему определенного внимания, заботы и любви. А почему так происходит? Потому что она не понимает, кто она для него. Пазл их не сходится. Именно вот для этого эти люди, два человека, они должны просто вот садиться напротив друг друга и разговаривать. А тоже есть вот молодые девушки, которые просто начинают вот так же строить отношения и уже манипулируют своими парнями так же одновременно. Держат их там на дистанции определенной, то подпустят себе, то отдалят и не дают никакой там конкретики, не доводят просто парня до нервного срыва. И наоборот, так же есть и мужчины такие же, когда к своим женщинам относятся таким же образом. А важно обратить внимание на свое внутреннее ощущение и самочувствие. Если вот вам плохо, внутри у вас там тревога, вы там плохо спите, мысли вот это вот крутите, кто я такая или такой вот для своего партнера. При этом вас вот начинают одолевать какие-то там негативные эмоции и различные негативные состояния, то это, конечно, повод задуматься и подойти поговорить. Это повод не бояться просто столкнуться с настоящей реальностью, задав друг другу вопрос, а что дальше, кто мы такие друг другу. Мы же не можем вот находиться вот в этом состоянии непредсказуемости. Ну, конечно, риски есть везде. Взять какой-то бизнес, который вы там, допустим, сейчас собираетесь открыть, но неужели вы запустите глобальный бизнес, какой-то проект, опираясь при этом на непредсказуемость. Если у вас нет каких-то там выделенных четких цифр, ожидаемые прибыли, допустим, те же риски, и вы же, ну, вы же вот рассчитайте сюда мелочи и все затраты, прежде чем сделать свой бизнес, и просмотрите вот эту вот всю экономику вашего бизнеса. Вы же не будете опираться на непредсказуемость. И вот вы же еще когда собираетесь поехать отдыхать, вы начинаете заранее готовиться к этому месту отдыха. Там географическая особенность, данная локация, там какой климат, жарко или холодно. Согласитесь, что здесь надеяться, конечно, на непредсказуемость просто опрометчива, потому что она будет вам, ну, только усложнять вот эти все ситуации. Поэтому, если в вашей жизни непредсказуемость вам постоянно говорят, я только не знаю, живем, увидим, ваша основная задача составить свой собственный список вот вопрос и ценностей, на которые стоит вам опираться. конечно же, это будет задача, не попытка переделать другого человека и услышать от него там полнующие ответы на свои вопросы, типа, что дальше? Будешь ли ты там на мне жениться? Или, может быть, ты там будешь разводиться уже и сходиться со мной? Нет, это, конечно, не вариант. Нужно просто со стороны посмотреть на эту ситуацию и сказать человеку, вот когда ты решишь свою проблему, когда ты придумаешь, подумаешь, тогда мы, возможно, вот к этому разговору вернемся. И нужно просто пойти дальше и жить, заниматься исключительно собой, а не зацикливаться на другом вам близком человеке. И тут вы уже, вы не манипулируете, не стараетесь каким-то образом переделать вот этого вот человека. Вы уже не вытавливаете человека в какое-то решение, которому он еще сам не готовит. Зато при этом вы сами себе честно признаете, что вот ваш близкий человек, который вот находится рядом с вами, он не готов сейчас ответить вам заимностью. Но это же не говорит о том, что он плохой. Это же не говорит вот о том, что этот человек неадекватный или там он бессовестный. Просто он ориентируется на свой. уровень расцветия. А он может быть у всех людей в обществе совершенно разным. Так что в этом новом году нужно не разрушить себя, а развиваться и двигаться вперед. Работать нужно над собой постоянно, потому что психологическая незрелость личности может привести к нежелательным последствиям и не улучшению качества жизни, а к ее ухудшению. Поэтому выводы делайте сами. Научитесь выстраивать личные границы, не нарушать также чужие границы. Примите и полюбите себя настоящего, повысите свою самооценку и приобретайте уверенность себя. Помните, любите себя не тот, который комфортно в кресле себе, а тот, который поднимает себя из этого кресла и учится и прикладывает усилия, чтобы сделать любовь и счастье частью своей жизни. Забойся, оберегай и цени себя, напоминай, что любишь себя, искренне хвали себя, давай себе еще один шанс, не загоняй себя в рамки и не ставь границы, ты можешь достичь всего. Только помни, что у тебя есть главное орудие успеха это ты. Спасибо за просмотр и буду вам благодарна за ваши комментарии, так сказать, развивающуюся обратную связь. До новых